Я к свету хочу, я во мраде своём погибаю, Я была бы так рада живому лучу, Благодатному, тёплому краю. Я хочу, чтоб вокруг меня розы цвели, Чтоб зубчатые горы синеют дали, Я от солнца грущу и страдаю. Есть загадочный край, полный вечных чудес, Там лиам перекинулись своды, Неприступные скалы и девственный лес Отражают прозрачные воды. Целить пальм, там хрустальные блещут дворцы, В белых мантиях сходят седые жрецы В подземельные тайные ходы. Там, как музыка, слышится шум тростника, И под солнцем роскошного края Распускается вечер гиганта цветка, Всею радугой крас отыграя. И над лотосом чистым священной реки Вьются роем живые цветы мотыльки, И сияет луна огневая. Солнце! Дайте мне солнце! Во мраке своем истомилась душа молодая, Рвется к свету, и гретья несбыточным сном, Все о солнце грустя и страдая. Крылья! Дайте мне крылья! Я к свету хочу! Я на крыльях воздушных моих лечу К солнцу! К солнцу волшебного края! Вот это раннее стихотворение мира и ловкости. А мы все помним, да? Вальмонтерском «Будем как солнце», Которое возникнет через 10 лет, Это суверен 93-го года. А у Вальмонтера «Будем как солнце» Сборник выйдет в 1903 году И его вообще называют. Тогда называли, сейчас многие театрами это пишут, Поэт «Солнечник», Поэт «Солнце» Тогда его называют тоже. И вот стихотворение Пальмонтера, Тоже возранник его. Посмотрите просто, если интересовать картину, То картины будут похожи по краскам, по цвету, По той энергии, звука и света. Свет. В стихотворении становится первая любовь. В царстве света, в царстве тени, Бурных снов и тихой вене, В царстве счастья земного и небесной красоты, Я всем сердцем отдавался чарам тайных откровений, Я рвался душой в пределы недоступной высоты. Для меня блистало солнце. В дни весенних упоений Пели птицы, навевая ночи задней мечты, И акации густые, и душистые сирени, Надо мною наклоняли белоснежные цветы. Точно сказочные змеи, бесконечные аллеи, Избивались и сплетались в этой ласковой стране. Эльфы светлые спрекались, И толпой скользили феи. И в эти лихроводы, присверкающие в луне, И с улыбкой богини, С нежным профилем камеи, Чья-то тень ко мне бесшумно наклонялась в полсне, И зардевшиеся розы, И стыдливые лилеи Нашу страсть благословляли В полуночной тишине. Вот, не правда, чувствуется созвучие какое-то, да, Вот в этих стихах. Вот такая сила, сила звука, сила цвета, Вот ярчайшая в стихах того времени. Но что хочется сказать еще, вот одна, Она уже сытая какая-то. Вот в этом, вот о том, что я сейчас сказала, Они были действительно две самых ярких звезды. И в этом было совпадение. Но было и не совпадение. А не совпадение было в том, Что для Лохвицки, вот этот край, Страна ее грез поэтических, Это было совершенно отдельно от жизни, От мира, пространства отдельно. То есть она жила, собственно говоря, Она в 91-м году вышла замуж, Родила троих детей, вот одного за другим. Вообще у нее было пятеро сыновей. Вот. И к моменту встречи с Бальмотом У нее было трое детей уже. Одна была замужняя дама. Вот. Но, и вот, Вот этот мир поэтический Совершенно не касался ее земного мира. То есть была одна жизнь на земле, Семья, дети, которых она обожала, Была очень нежна. Вот. Но мир поэтических грез, Это совершенно было отдельное пространство. Вот в нем она сотворяла себе вот это вот то, Что мы слышали. Творцы, и феи, и замки, И вот эти цветы волшебные, Матальки, И прекрасные черноокие, И разлюбленные. Это все было в царстве, В мире грезы на поэтическом. И она писала в своих стихотворениях, Что, плетя венки из майских песен, Выше туч свой замок вознесла. Здесь дышу без горечи и гнева, Огородясь от зависти и лжи. Я одна, зато я королева, И мечты мне служат, как пожи. То есть вот в этом своем царстве грез, Она царила, как хотела. Что касается Бальмонта, Вот если взять сборники первой Бальмонта, Посмотреть, как называются, Как называются стихотворения. Он тоже творил свою блюзу. Он тоже творил свой мир, свою фантазию. Но фантазия Бальмонта была полна, Герои его стихов, Это были предметы, явления, События реального мира. То есть стихи, которые посвящены Море, Солнце, горы, Смолинские, ковы, в пещере, Болотные лилии, гамыши, Бальмонтная растительность. То есть он воспевал все, Что он вокруг себя видел. То есть это тоже было царство грез, Но оно было нераздельно связано. Он творил свою грезу Из земного, из того же, Из всего, что его окружало. Вот Марина Цветаева в Бальмонте сказала, Что Бальмонт поэт адекват. То есть в нем, в Альмонте, Не было ни уголка вообще его сущности, Его жизни, в котором он не был бы поэтом. Все существо его, Вся его жизнь, Это было поэтическое пространство. То есть вот не было отдельной жизни, Отдельной поэтии, Так было для Лоховки. Для него он был поэтом во всем, Во всех своих жизненных проявлениях. Это вот то, что называют в Альмонте Баллисты, Они возлили в принцип, Это жизнь и творчество. То есть слияние жизни и творчества. Быть в жизни, это мужик, отцов. Для бальмонта, Он никаких ничьих принципов, Так сказать, не придерживался. Это просто.